В Москве задержали бывшего главу казахстанской строительной компании Булата Алтынбекова. Больше 12 лет он был в бегах. За это время даже успел сменить фамилию. На родине его подозревают в коррупционном преступлении. Чтобы задержать Алтынбекова, пришлось подключить правоохранительные органы России, Интерпол, антикоррупционную службу и МВД Казахстана. Насколько сложно возвращать в нашу страну беглых преступников, расскажет Жамал Кабдулина. В международный розыск бывший руководитель строительной компании Булат Алтынбеков был объявлен в 2010-м. Беглого коррупционера задержали в России. Чтобы скрыться от органов, он поменял фамилию на Алшер. Эксперты отмечают, что иногда преступники опрометчиво и допускают ошибки. Если где-то случайно он засветится, этот товарищ, то тогда его и хапнут. Не засветится, будет очень умно и грамотно действовать, значит не найдут. Вот 12 лет человека искали, не могли найти. Тут раз, вот где-то он что-то там прокололся. Потом, сейчас же все более и более совершенствуются системы. То есть идет интеграция всяких баз данных там, в том числе старых всяких баз данных. Вот это все вот это вот. И возможно это, ну как бы раньше вот в этом автоматическом режиме он не вылазил где-то. А теперь в результате каких-то обновлений всякого там искусственного интеллекта и прочего и раз где-то вылез. За рубежом скрывается немало беглых казахстанцев. Самый известный Виктор Храпунов и Мухтар Аблязов. Но не со всеми странами у нашей республики есть соглашение об экстрадиции. И все-таки благодаря таким соглашениям в 2013 году удалось экстрадировать из России экс-главу агентства по статистике Аннарми Шимбаеву. По версии следствия она руководила процессом отмывания более 5 миллионов долларов, которые выделили на проведение переписи населения в 2009. Есть двусторонние соглашения с Италией, например, с Турцией. В моей практике было так, что клиентов моих выдавали объединенные Арабские Эмираты. Есть соглашения с Китаем. В международной базе Интерпола есть так называемые красные карточки Red Notis. Именно такие выдают сбежавшим за границу правонарушителям. Сейчас Алтымбеков под стражей в Москве ожидает, пока через генпрокуратуру поступит ходатайство об экстрадиционном аресте.